Возможно, каждый мечтал когда-то, а может и до сих пор мечтает написать книгу или рассказ. И сейчас самое время этим заняться. Раньше я увлекался детективами, тайны, погони, загадки. Сейчас же в моде фэнтези. Замки, рыцари, драконы и, конечно же, магия. Ингардиум Лавиоса. Ой, 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 летит, летит. Прежде чем начать писать книгу, ей необходимо придумать название из двух и более слов. Так рекомендуют специалисты. Ну, например, магический меч, чародея или тайна болотной жижи. Пожалуй, возьму первое. Итак, название у нас есть. Ну, а что же делать? Ой, ой, ой. Слушай. А неплохая карта у нас получилась. Добавим пару городов. И вообще будет все замечательно. Сказочный мир готов. Можно начинать. Присаживайтесь поудобнее. Я вам сейчас расскажу невероятную историю. В одном далеком королевстве Принцессград, расположенном в долине древних людей, жила сказочная принцесса, которая долго была в изоляции от внешнего мира. А также доблестный рыцарь, который хотел завоевать ее сердце. Поэтому дарил своей возлюбленной цветы. И не парочку, а прям целые букеты. Но принцесса любила больше поесть. Еда вызывала у нее восторг. Но нашего героя это нисколько не смущало. Он предложил красавице выйти за него. Недолго думая, девушка сказала, что выйдет, если мужественный рыцарь добудет для нее магический меч чародея. И воину ничего не оставалось делать, как пойти в сказочный лес к колдуну. А так как лес был волшебный, то деревья там росли наоборот. И не луна освещала путнику дорогу, а Юпитер. Через некоторое время вышел к нему волшебник. Странник попросил у него меч. Маг сказал... Выполнимай три. Нет, два задания. Сказка-то необычная. Во-первых, посчитай до десяти. А второе, после первого. Но рыцарь знал только восемь цифр. Услышав это, волшебник упал от хохота. Надо было как-то спасать ситуацию. Тогда герой достал гитару и начал исполнять свою любимую песню. А маг закружился в танце возле елок. Ну что ж, мне понравилось. Давай обменяемся. Сказал чародей. Забрал гитару, отдал меч и удалился в темный лес. И вот счастливый рыцарь отправился к принцессе. Он вручил красотке меч, с которым она убежала в подвал. И стал ждать, когда она выйдет обратно. Каково же было его удивление, когда вместо прекрасной возлюбленной к нему явился вполне симпатичный дракон. Ну, то есть драконица. Она. Делать нечего. Пришлось жениться. Конец.